Всем привет! Ребята, сегодня нам предстоит поменять морских свинок. Место их уже загрязнилось. Вы видите уже сколько там мусора. Свинки уже чувствуют себя некомфортно, поэтому нужно привести их жилье в порядок. Я приготовила вот такую пеленку. Обычно я их высаживаю всегда на пеленочку, чтобы они не сидели на плитке, на голой. Им было более комфортно, поэтому подстылаю пеленку. Снимаю баночку с водичкой. Сюда ставлю вот так клеточку. Водичку сразу нужно будет поменять, помыть хорошо внутри баночку. Свинки любят, когда у них очень чистая водичка. Пересаживаю свинок в эту клетку. Делаю это максимально аккуратно, чтобы их не пугать. Хоть они у нас и ручные, но все равно для них это своеобразный стресс. И они здесь посидят, пока я поменяю их под дом. Посмотрите, какая у них здесь грязь. Они здесь грызли и ветки, и хлеб, и морковку, все, что они любят. Капусту. Все они тут грызли-грызли. Но какие-то продукты они не доели. Естественно, они тут бегали потом по ним. В общем, это уже никуда не годится. Нужно срочно менять. Мне понадобится вот такой большой пакет. Поддон этот я высыпаю в пакет. У них такой наполнитель, что очень легко отстает от поддона. И весь наполнитель высыпается в пакет. Все. Пакет я завязываю и выношу на мусорку. Поддон теперь я мою. Наливаю туда воды. Немножечко постоит с водичкой поддон. И в унитаз это все вылью. Пару раз промываю поддон. Поддон я помыла. Оставляю в ванне, чтобы он немного стек. А за это время пока убираю на самом месте, где стоял поддон. Вот место, где стоял поддон. Видно, что вокруг тоже много мусора. Здесь нужно пропылесосить и помыть полы. Поддон готов. Хотела вам показать, что я сыплю на дно. На дно я использую вот такой древесный наполнитель. Точнее, он называется древесный заполнитель для кошачьих лотков. Он на 25 литров. На такой поддон мне примерно потребуется от 1 до 1,5 литров. То есть немного. Вот посчитайте. И меняю я примерно свинок раз в неделю. То есть на 25 недель смело хватает этого наполнителя. Стоит он 290 рублей. Очень-очень выгодно. От него нет сильного мусора, как от опилок. И от него нет запаха. От слова совсем. То есть свинки в течение недели стоят, и от них нет вообще никакого запаха. Единственное, ну уже, наверное, на 6-7 день появляется запах. И то, наверное, больше этот запах связан с тем, что овощи начинают портиться. Если вот что-то они не доели, только из-за этого появляется запах. Поэтому, кто держит свинок, хомячков, примите на заметку. Вот у меня литровая миска. Посмотрите, какие здесь гранулы. Кто держит котов, тот, в принципе, наверное, знает о таком наполнителе. И вот литра мне хватит на такой поддон. Я думаю, что их не хватит. Вот. С одной стороны, кажется сначала, что его очень мало, но, поверьте, этого хватает. Но, если у вас есть сомнения, вы можете всегда досыпать еще пол-литра еще. Вот этого количества точно вам хватит на неделю. Равномерно распределяем. И ставим лоток на свое место. Теперь аккуратно также пересаживаю свинок обратно. Вся процедура уборки занимает не больше 15 минут. Можно с ними поговорить. Они очень любят, когда с ними разговаривают. Да, свинь? Они знают, что сейчас им дадут что-то вкусное. Да, пончик? Сейчас у них будет вкусный обед. Пеленочку, на которой они сидели, можно вытряхнуть. И обычно я пеленочкой накрываю половину клетки. Так они чувствуют себя более спокойно, более уверенно. То есть та часть, эта у них сонная часть, они могут там поспать спокойно. Никто их трогать не будет. Поменяла воду, помыла емкость для воды. Все должно быть чистое. Они, видите, сразу знают уже, что здесь их никто не тронет. Они спокойно зайдут и будут там спать. Ну а теперь свинок я хочу угостить вот таким кормом. Они любят очень этот корм. Насыпала такой мерный стаканчик. Сейчас я их угощу. Видите, они уже ждут. Смотрите, как они сейчас запищат, когда услышат свой любимый корм. Заволновались. Ждут уже. Ждут, когда им насыпят в их миску корм. Привлекают внимание, издавая разные звуки. Не будем их долго томить. Давайте скорее их накормим. Понтик. Давай, давай. Ну все, наши свинки в чистоте, в порядке, сытые. Сейчас я им еще дам что-нибудь из овощей. Вот так, ребята, легко и просто ухаживать за морскими свинками. В одном из следующих роликов я покажу, как я меняю хомячков. Не забудьте подписаться на мой канал, оставить комментарии. Есть ли у вас морская свинка или хомячок. Очень интересно. Почему нет, напишите. Родители не разрешают или вы сами не хотите. А может быть у вас есть рыбки, попугайчики. Напишите в комментариях, какие животные у вас есть. Очень интересно почитать ваши комментарии. И посмотреть, любят ли мои зрители животных, так же, как и я. Все, всем пока-пока, удачного дня, до скорой встречи.